приветствую вас друзья с вами варчик это player анонс battlegrounds наконец-то вышло обновление на тестовом сервере в котором есть хоть что-то новенькое из того что будет в обновлении которое будет ознаменовать то что player анонс battlegrounds выходит в релиз который состоится концу этого года я уже ждал с нетерпением этого теста потому что разработчики нам сообщили что она будет намного раньше но все откладываясь и откладываясь видимо из-за того что они там начали жесткую борьбу с читерами и читеры я думаю получили по заслугам там буквально чуть ли не в неделю по 80 тысяч банят да и некоторые писали и там какие-то статьи что читеров начинают кидать с читерами это друг с другом играет мне кажется это самая жесткая борьба с читерами просто кидать читеров с читерами они сами перестанут играть и это вообще жестко но в принципе не об этом что мы имеем в player анонс battlegrounds на тесте это не единственный тест будет по словам разработчиков тесты будут выходить так сказать частями сначала будет так называемый паркур а что будет потом разработчики нам скажут потом перед следующим тестом давайте же будем довольствоваться тем что имеем сейчас и посмотрим для начала сама посмотрим как летит самолет казалось бы ничего нового но почему-то карта прогружается кусками хотя раньше карта была целиком чем с чем это связано не знаю посмотрим дальше что я заметил мне показать что самолет стал чуточку тише лететь честно говоря вы когда я лечу я на тесте сырал несколько каток первой катки как обычно выключил звук когда летит самолет и не понял что он летит тише но потом через время я сыграл в одну из последних каток в которой принципе я и записал видос который вы сейчас видите я не выключил звук и оказалось мне так кажется что немножко стал тише хотя громковат честно говоря звук самолета уже бесит да и громкие машины бесит летящий самолет с аэродропом честно говоря рамка ватт в принципе некоторые звуки чересчур громки разработчики конечно там уверяют что они собираются доработать звуки в плане громкости чтобы разные звуки были нормальные но посмотрим как они это сделают потому что некоторые звуки очень громкие и противные тот же самый дождь езда машины летящий самолет бомбежки это все очень громко и уши просто лопнут скоро дальше что хотелось бы поговорить еще мы не дошли до паркура но уже есть что-то новенькое это физика машин физику машин переделали достаточно хорошо что касаемо дачи и уазика звук машины принципе там одинаковый плюс-минус чуть-чуть отличается но по сути одинаковый звук тоже машины извинили что касаемо звука мотоцикла он какой-то ну по-другому не скажешь противный как будто бы они записывали звук не с мотоцикла а с формулы 1 ну не знаю мне он не нравится в принципе мотоциклы в этой игре жуткие вещи как и творят поэтому моя любимая машина транспорт в этой игре это уазик уазик конечно переделали очень хорошо чувствуется что у машины появилась тяжесть звук стал приятный такой скоростя переключаются и вазик раньше ездил на основном сервере принципе сейчас он ездит чуть ли не по 90 градусным стенам тупо вверх но сейчас так не получится и чувствуется тяжесть хотя на бугры он заезжает довольно таки жесткие но не так прытка как раньше в принципе это прикольно и машина чувствуется но ездить стало тяжелее потому что машина стала более такая ватная и мягкая что касаемо дачи принципе в даче там особо изменений заметил что касаемо мотоцикла только звук изменился вроде бы как непонятно пока а вот касаемо баги там что-то звук тоже поменяли он более-менее такой ну поймете когда услышите и что самое главное там изменилось он стал как попрыгунчик я не знаю чем там прыгает жопу буквально подкидывает от мелких кочек такое ощущение что на попрыгунчике каком-то ездишь ладно черт с ними с этими машинами вроде машины двигаются в правильную сторону но надо немного доработать даже наверное много переходим к паркуру в принципе по паркуру тут особо говорить нечего все идеально ну как идеально для тестового клиента это идеально потому что все работает очень четко если ты бежишь к препятствию и она не выше тебя особо то ты на него забираешься нажимая пробел бежать нужно просто ровно к препятствию на которые хочешь забраться либо через которые хочешь перепрыгнуть если будешь наискосок прыгать то ты просто прыгнешь и ударишься об стенку наискосок и от нее немножко отобьешься принципе все сделано хорошо в окна запрыгивает четко все идеально никаких косяков особо не заметил если ты хочешь перепрыгнуть препятствия то тебе нужно бежать шифтом приближаешь приближаясь к препятствию нажать пробел и ты перепрыгнешь через препятствие сразу на ту сторону в зависимости от того насколько высокое препятствие будет либо это чуть чуть быстрее если это низкая просто перепрыжка либо если это высокая то сначала персонаж так с тяжестью сберется на нее а потом перепрыгнет если вы хотите не перепрыгивать а остаться на препятствии если она не сильно узкая то вам нужно без шифта прыгать просто идти вперед и нажать пробел тогда вы взберетесь на этот на это препятствие будете на нем стоять если вы хотите вернуться назад то есть не хотите перепрыгивать вдруг там за забором враг оказался которого вы не видели и поэтому хотите назад то во время взбирания вам нужно нажать просто назад и ваш персонаж с радостью не будет сбираться спрыгнет назад но если это препятствие низкая то вы не сможете нажать назад а просто перепрыгните его быстро и все поэтому это работает только с высокими препятствиями на которые нужно взбираться прям что касаемо окон окна вообще просто сделали офигенно если в окне есть стекло то при перелезании она разбивается конечно не знаю как это в реале можно в целое стекло держась за раму рукой взбираться но принципе пофигу это игра впрыгивания в окна стали очень четкие классные не нужно никакие там пробелы с приседанием нажимать shift и там что-то еще там 30 кнопок одновременно нажимать все это в прошлом теперь нужно просто бежать в окно нажать пробел все ты его перепрыгнул и все готово как внутрь так и наружу все идеально запрыгивает никаких проблем вообще нет что самое прикольное что запрыгивает даже в маленькие окошки и стало теперь больше маневров для каких-то тактических запрыгиваний в дом или выхода из дома для того чтобы обойти врага или обмануть это в принципе очень прикольно и теперь будет больше неожиданных ситуаций когда кто-то к вам запрыгнул в будку или выпрыгнул неожиданно но это принципе очень классно но как ни странно вроде бы тестируем паркур с ним все идеально все хорошо там буквально может некоторые моменты можно доработать но в принципе я ожидал намного хуже думал что с паркуром будут жесткие проблемы но идеально он работает и все ничего тут не добавить не отнять также еще если подогнать машину то откроются новые горизонты для взбирания либо выпрыгивания также и блин я тут выпрыгнул в окно и немного застрял в нем между окном с между стенкой и машина и чуть не убил сам себя поэтому будьте аккуратны потому что мы играем в пупах и тут можно умереть буквально от всего чего угодно также на тесте вроде бы тестируем паркур но здесь еще есть много чего нового допустим изменили прицелы тот же самый x8 теперь выглядит совершенно по-другому также немного изменился x4 я теперь не наблюдаю никакого свечения вокруг него и это хорошо добавится но или не добавится посмотрим я в принципе очень не хочу чтобы вокруг x4 вокруг его галочки которая в прицеле есть вокруг него было свечение она просто бесит за ним ничего не видно также еще когда открываешь инвентарь и видно что когда наводишь на предметы которые у тебя есть или которые лежат на на земле то видно что показывается на полосочки веса сколько занимает тот или другой предмет сколько веса будет когда вы возьмете предмет земли или сколько будет весались если вы выкинете тот который у вас уже есть также если навести на рюкзак то будет показано сколько веса будет если его выкинуть сколько будет не хватать если его выкинуть или если поднять другой рюкзак в принципе это очень прикольные изменения которые направлены на то чтобы облегчить жизнь игрокам это очень хорошо баллистику также переделывают на патроны теперь будет влиять сопротивление воздуха патроны будут дольше лететь за счет того что будут терять скорость и траекторию зум x8 x15 можно будет менять колесиком также яркость прицелов коллиматоров и x2 можно будет менять тоже колесиком также модифицировали области попадания по ступням и кистям урон уменьшили по бедрам и плечам урон увеличили также в центр груди урон тоже увеличили шлем теперь защищает шею убран лишняя им панч при наклоне в режиме прицеливания то что я вам говорил очень сильно дергается камера когда у вас попадают при прицеливании это раздражает также убрали размытия на оружие и предметах близких возле вас когда вы вне прицеливания также на уазике теперь четыре места вместо пяти ну и посмотрим в конце как изменилась оптимизация в принципе такие вот изменения они мне очень все понравились прям я ожидал намного хуже и это только первая часть изменений и первое первый тест и еще будет два или три я точно не знаю посмотрим разработчики нам сообщат пишите в комментариях что вы об этом думаете с вами был арчик играть красиво пока сравнение fps основного клиента с тестовым я уже записывал после того как основную часть видео уже сделал ну и надеялся увидеть какой-то прирост fps искал я искал но так и не нашел записывал с решейдом без решейда записывал в разных местах но ничего так и не нашел хотя у людей с 1080 и плюс 50 fps ну видимо либо мне не повезло либо те у кого видеокарта ниже 1080 те бомжи и для них оптимизация не нужно слева в куртке это основной аккаунт справа в рубашке это тестовый fps тупо одинаковый так еще и на тестовом клиенте просадки более жесткие пишите в комментариях повезло ли вам повысился fps на тесте или нет и какая конфигурация у вас компьютера моя же конфигурация в группе вконтакте написано от и до всем пока поиспалом клиенте лимон на о Субтитры создавал DimaTorzok